Расскажи, что ты думаешь о предстоящем концерте группы Триггер и вообще какие у тебя эмоции, что ты ждешь от него? Ну вообще, как бы я до этого эту группу не слышал, но как истинный ценитель, скажем так, очень много послушал различных кристаллов и новых групп, которые играют в жанре олдскул дэтметал. И Триггер вообще для России очень достойные ребята, очень зажигательные. Вот вообще, по моему мнению, в дэтметле это очень главное, это энергетика. И у них эта энергетика, она присутствует, и это круто. Оторвем, блядь, в концерте. Мужик, что ты думаешь о сегодняшнем концерте Триггер? Как ты их услышишь, что ожидаешь? Ну я ожидаю мощнейшего, просто, блядь, расслабаться нахуй, не расслабаться, блядь, в узлах, потому что я их послушал, мне они очень понравились. Просто думаю, заебись будет. Что ты ожидаешь от концерта Триггер в Казани? Трэш металл угар. Это не трэш, это трэш металл угар. Трэш, ты смешивая ухо. Да. А ты смешивая просто мясо. Ты думаешь о концерте Триггер в Казани? Для меня группа Триггер, а также Razer Dead являются приоритетными в данном мероприятии, по той причине, что они являются представителями олдскула. Я, собственно, сюда пришел именно из-за них. Я, собственно, сюда пришел именно из-за них. Триггер в Казани. Я, собственно, сюда пришел именно из-за них. Триггер в Казани. Триггер, а также ЦАН. Триггер в Казани. Триггер в Казани. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите, пожалуйста, о становлении вашего коллектива. В каком году это было? Ну, вообще, мысль зародилась в 2004 году. Мы с товарищем сидели у меня дома. Вот, и решили что-нибудь замутить. Сейчас этот товарищ играет в группе, нет? Нет, товарищ, к сожалению, умер. Вот. А что поуслужило причиной этого? Авария автомобильная, его сбили. А что вы вкладываете именно, какой посыл есть по немой музыке? Есть ли какая-нибудь идея в плане музыкальной, в текстах, что вы хотите довести до слушателя? Ну, вообще, много всяких тем, как бы, то есть, от футуристических, фантастических вообще тем, ну, просто фантазийных, до жизни бытовой, политика, да, ну, все к ряду, социальные проблемы, но... А вдохновение как черпаете? Кто пишет тексты, кто музыку, в принципе? Ну, вообще, последние, то есть, тексты писал практически я. Ну, вот, кое-какие, конечно, не я, но в целом, в общем, вот, тексты мои, вдохновение, ну, всякие жизненные ситуации, скажем так, которые в жизни происходят, со мной лично и вообще. Расскажи... И в стране. А, логично, мужик. А тебе расскажи именно, вот, именно об этом составе группы, когда ты с ним, может, как вы с ним познакомились именно, и, может, сказать, какие проекты у них были, интересуют? Малича, стоящий? Да, вообще, познакомились со всеми тоже совершенно практически случайно. Кого-то мы конкретно искали, кто-то был уже знаком, того втянули, вот, ну, в данном случае, вот, Денис Владилов, у нас барабанщик, вот, мы искали барабанщика и сказали, что есть такой парень, который играет на барабанах, но нигде не играет. И мы приехали к нему, вот, и, вот, сказали, давай. И он дал. А, после, ты будешь у нас вести экскурс по всей группе, давай. Да, да, это Евгений Купоносов, это наш басист. Ну, как бы мы с ним были знакомы до, он тут занимался немножко гитарой, вот, и, в общем, его, ну, были с басистом проблемы, и мы сказали, давай на бас. Заброй с гитарой, да, 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 возьми бас, попробуем, да, попробовал. Это значит, что прикрепляется на всю жизнь, я говорю, как только стал басистом, обратного пути нет. Да, я поглупел, да, там, басистов на 20 анкил. Давай дальше продолжай рассказывать. Это происходит Евгений Чесноков, это наш гитарист. Вот, с ним мы познакомились совершенно случайно, я работал в музыкальном магазине продавцом. Какой музыкальный магазин? Назывался он... Часы. Который час. Там вообще, да, смешанный магазин был, там часы продавали, музыкальный инструмент называется Который час магазин. Ну, вот, он сейчас закрылся, у нас там приехали. Ну, и суть, в общем, он подзахаживал, и мы как-то тут разговор, слово за слово, познакомились, и почему-то понеслось. И тоже мы тут... Как бы знаком он был давно, но не играл, да, потом потребность к гитаристе, и мы его, в общем, взяли, и он с удовольствием играл. Как ты пришел. Да, самый последний человек. А, последний, крайний. Последний, крайний, да, который появился у нас в группе, это вокалист Рамин Рогат. Вот, он у нас, ну, да, это псевдоним дневника. Вот, да, псевдоним. Все. Он любит так. Просто он любит. Вот, да, да. Он появился у нас не случайно, у нас были тоже проблемы с вокалистом. А он ушел, ну, искали одного-второго, не подходили, вот, дали крич, как бы, мальчишка ответил нам. Мы его аппарапировали, и он нам... И утвердили? Да, утвердили, да, он нам подошел. Это какой год был? Когда мы его утвердили? Да, когда его утвердили. Это мы, перед записью третьего альбома, это было, да, наверное, конец 15-го. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА